Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете новости на CBC и CBCF. Меня зовут Руфат Халапова и в начале выпуска коротко о главных темах. Азербайджан является автором всех важных инициатив, связанных с мирным соглашением, но важно, чтобы и Армения предприняла соответствующие шаги. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В заново отстроенное село Забух Лачинского района отправился очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в село возвращаются 27 семей, 95 человек. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что число террористов, нейтрализованных в районе проявления операции «Пенчакелит», увеличилось до 30. В столице Сербии и Белграде сторонники оппозиции вышли на акцию протеста из-за предполагаемой фальсификации парламентских выборов. В результате вспыхнули беспорядки, десятки человек арестованы. В Казахстане за один с месяцев текущего года в сельском хозяйстве производство продукции оценивается в 8 триллионов 200 миллиардов тенге. Это почти 18 миллиардов долларов. Производство собственных продуктов питания выросло на 2%. Правительством поставлены стратегические задачи по увеличению объемов производства сельхозпродукции. В Азербайджане 2024 год объявлен годом солидарности во имя «Зеленого мира». Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Согласно распоряжению в целях укрепления международной солидарности в глобальной борьбе с изменением климата 2024 год объявлен в стране годом солидарности во имя «Экологически чистого мира». Администрация президента Азербайджана поручена в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложение по плану действий по объявлению 2024 года «Годом солидарности во имя «Экологически чистого мира» в стране». Тема обсудим с гостем. На прямой связи со студией председатель общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов. Амин Мамедов, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Так получается, что следующий год объявлен, как вы могли слышать, «Годом солидарности во имя «Зеленого мира», а также в следующем году Азербайджан примет глобальную конференцию по климату КОП-29. Что все это будет означать для Азербайджана и для региона в целом? Спасибо большое. Да, действительно, очень значимая новость. И наряду с тем, что мы уже в начале этого месяца узнали о том, что было утверждено проведение КОП-29 в 2024 году в Азербайджане. Я думаю, что глава государства принял очень мудрое решение, объявив следующий год, как было выражено, «Годом солидарности во имя «Зеленого мира». Азербайджан, я думаю, в рамках этого года будет выполнять различные и по своему масштабу проекты, проекты, связанные с переходом на «Зеленую экономику» и применением альтернативных источников энергии в будущем. Как мы знаем, Азербайджан уже начал в последние годы, привлек очень много инвесторов в этой сфере. И с этим мы смогли даже в мировом масштабе изменить мнение об Азербайджане, поскольку до этого всегда знали этот план как страна полезных ископаемых и нефтедобывающей страной. Но мы уже с последними проектами в области альтернативной энергетики и зеленой экономики мы смогли утвердить себя также страной, которая ставит очень амбициозные цели в этом направлении. И, как вы знаете, до 1950 года мы даже уже планируем значительную часть, почти что больше трети своей энергоснабжения перевести на альтернативные источники энергии. Амин Валь, мы также знаем, что Азербайджан при восстановлении своих восстановленных территорий, при заново их отстройке, использовал метод «зеленых городов». Мы знаем, что этот принцип также влияет на экологию. Положительные стороны, конечно же. Хотелось бы узнать, как вот этот опыт повлияет на дальнейшее восстановление других оставшихся городов и будет ли это опытом для других соседних городов в Азербайджане? Да, естественно. Значит, после освобождения нашей территории в 2020 году были проведены соответствующие мониторинги и был оценен потенциал, заново, как я бы сказал, даже оценен потенциал Карабахского региона, конечно же, у нас было достаточно информации и период бывшего Советского Союза, но уже новые реалии вынудили нас поставить, новые цели как страна. И, к сожалению, мы столкнулись с проблемами тоже, поскольку во время оккупации этих земель в течение около 30 лет был нанесен огромный ущерб, значит, биоразнообразии и окружающей среде этих территорий. Но мы, значит, поскольку из-за того, что очень дорогие нам эти земли, и мы уже начали восстановление Карабахского региона, и глава государства объявил Карабах зеленой зоной. И это дает нам, как бы, с нуля начинать новые проекты, учитывая, значит, природный потенциал Карабахского региона. Как мы знаем, низменные части много солнечных дней для применения солнечных панелей, а в горных частях есть, значит, реки, где можно применить малые гидростанции, а также есть потенциал для ветряной энергетики. И, учитывая это, также мы должны иметь в виду проблемы, связанные с заминированными территориями. И в это направление тоже ведутся очень масштабные дела, работы, и я думаю, что в другие даже регионы и страны, как бы, постконфликтные страны уже начали изучать опыт Азербайджана в этой сфере. И в будущем тоже те конфликты, которые, надеемся, что закончатся в будущем, они тоже будут, как бы, изучать азербайджанский опыт. Анна Нарин, вот этот год солидарности во имя зеленого мира подразумевает собой множество мероприятий такого характера, такого масштаба. Как вы думаете, какие вот эти вот мероприятия, и, как по-вашему, какие новшества будут введены вот в Азербайджане? Все эти, я бы сказал, мероприятия, они, как бы, будут фокусированы где-то в последний квартал года. В конце года мы собираемся, как бы, провести КОП-29. И в рамках этого года мы, я думаю, что как страна и частный сектор, и госсектор, и гражданское общество будем, значит, наращивать свое сотрудничество международными организациями и нашими зарубежными партнерами в этой области. И в этом смысле я думаю, что мы, у нас есть уже возможность провести совместные проекты, поскольку и год называется, значит, солидарность во имя зеленого мира, и поскольку уже наша репутация как страна уже увеличилась, возросла, как страна заинтересованная и, значит, выполняющая реальные проекты в этом направлении, я думаю, что все страны и в рамках движения «Неприсоединение», а также другие наши соседи и другие страны, все будут заинтересованы в инициативах, начатых Азербайджаном, и я надеюсь, что очень солидную поддержку мы получим от наших партнеров, и вместе мы сможем реализовать такие проекты, которые будут служить устойчивому развитию и региона, и мира в целом. — Можно сказать, что Азербайджан — это некий флагман в регионе, особенно в зеленой энергетике. Мы знаем, что также у Азербайджана есть планы со странами Центральной Азии о доставке водорода в Европу. Как бы вы прокомментировали вот такие будущие планы Азербайджана? — Ну да, географическое расположение Азербайджана уже дает много преимуществ в этом направлении, и мы как бы наряду с тем, что мы экспортировали свои углеводородные ресурсы, но европейское пространство, развитые страны Европы и даже средние, неразвитые тоже, они заинтересованы в новых источниках энергетики. И Центральная Азия тоже как бы своего рода большой ресурс, но транспортировка, конечно, и логистика — это важное направление в этом смысле. И я думаю, Азербайджан даже в этих проектах как бы транспортировки углеводородных ресурсов всегда показывала особую чувствительность окружающей среде. И во всех этих, значит, проектах, трубопроводах и газопроводах были учтены все нормативы безопасности, и никакого до сих пор экстресса или как аварий или даже технических проблем до сих пор так значимых и масштабных никогда не было. Но в то же время Азербайджан собирается экспортировать энергетику, выработанную на основе альтернативных источников. И мы присоединились уже к этим инициативам тоже. И большинство станций, работающих по солнечной энергетике и другим альтернативным источникам, они наряду с тем, что будут обеспечивать внутренний спрос, мы уже будем иметь также потенциал экспортировать на соседние страны. Спасибо вам, Амин Мамедов. Спасибо за ваше подключение, за ваши ответы. Напоминаю, что на прямой связи со студией был председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарии Виоле Амхерт по случаю ее избрания на президентский пост на 2024 год. Глава государства также направил поздравительное письмо эмиру Кувейта, шейху Мишалу Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Джаберу по случаю его восхождения на трон. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью телеканалу АСТВ заявил, что Азербайджан является автором всех важных инициатив, связанных с мирным соглашением, а сам процесс не зависит от желания одной стороны. По мнению главы внешнеполитического бедомства, важно, чтобы обе стороны предприняли соответствующие шаги. Байрамов также заявил, что после полного восстановления суверенитета Азербайджан внимательно следит за месседжами политического руководства Армении и уже получает положительные отзывы. Отношения Азербайджан-Армения не могут за один день подняться до уровня отношений Азербайджан-Грузия. Но, по крайней мере, может и должно быть соглашение, определяющее принцип установления нормальных добрососедских отношений и урегулирования открытых отношений между двумя странами. Процесс не зависит от желания одной стороны. Важно, чтобы обе стороны предприняли здесь соответствующие шаги. Глава МИДа Азербайджана также рассказал о ходе мирного процесса, который сможет заложить основу для развития отношений между двумя странами. Пакет предложений, разработанный нами в течение месяца, был представлен Армении. Процесс продолжается. Я думаю, что встречи состоятся в 2024 году. Мы смотрим на этот вопрос реалистично и оптимистично. В то же время, когда мы говорим о мирном соглашении, мы должны понимать, что оно не означает стопроцентное решение всего. Это может заложить основу для развития отношений между странами. Число террористов, нейтрализованных в районе проведения операции Пянджек-Илит, увеличилось до 30. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер после визита к раненым в ходе этой операции военнослужащим. По его словам, террористические объекты в Ираке и Сирии были поражены турецкими летчиками, и законные цели, обозначенные вооруженными силами страны, будут уничтожаться и впредь. Министр отметил, что эта атака еще раз показала, что террористы ведут свою борьбу из последних сил. Турецкие военно-воздушные силы нанесли воздушные удары по Северному Ираку и Сирии в субботу и уничтожили 29 объектов запрещенной рабочей партии Курдистана. Причиной послужило то, что за последние два дня на севере Ирака были убиты 12 солдат турецкой армии. В число целей входили базы, укрытия и нефтяные объекты, предположительно используемые боевиками РПК. В столице Сербии, Белграде, представители оппозиции вышли на акцию протеста из-за предполагаемой фальсификации парламентских выборов. В результате вспыхнули беспорядки. Когда протестующие попытались ворваться в мэрию Белграда, митингующие поднялись на ступени здания администрации города и сломали двери. Подробности в следующем сюжете. Более 35 протестующих были задержаны в Белграде после акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Двое полицейских, прибывших на площадь у администрации сербской столицы, получили серьёзные ранения. Демонстранты снесли дверь, а также разбили окна, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожили камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков использовали фаеры и потребовали от полицейских, прикрывающих щитами разбитые окна, покинуть здание. Из-за беспорядков сербский президент Александр Вучич выступил со срочным обращением. Он заявил, что ситуация в стране находится под контролем. По его словам, что бы они ни пытались делать, не будет никакой насильственной смены власти. Что вы хотите? Оказывать давление на кого-то, чтобы изменил избирательную волю, устроил кражу на выборах по вашему приказу? Разве вы пришли к власти? Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей. Как вы думали это провести, если не насильственным путём? В Сербии власть сменяется на выборах. Сербия – демократическая страна. Так будет всегда в будущем, не только сейчас. Я давно привык к тому, что под окнами резиденции в Белграде каждый день кто-то протестует, шумит. Протест оппозиции возглавляют лидеры блока Сербия против насилия Маринека Тепич и Мирослав Алексич. Они утверждают, что во время парламентских выборов были допущены нарушения и просят аннулировать их результаты. 18 декабря Тепич объявила голодовку. Ночью представители оппозиции перекрыли центральную улицу Сербской столицы. Один протестующий разбил сербским флагом стекло входной двери в здании городской администрации. К нему присоединились другие митингующие. Единственное, что государство должно было предоставить своим гражданам, это свободно выбирать тех, кто будет руководить страной. Но они украли эти выборы. Вучич, вы украли не один, а тысячи и тысячи голосов. Полиция отказалась нас впускать. После этого мы начали выталкивать двери. После того, как появились жандармы, они облили нескольких человек перцовым газом. После этого они толкнули дверь вперед. Дверь сломалась, стекло разбилось. Мы не хотим устраивать насильственные демонстрации, но президент Сербии Александр Вучич, очевидно, хочет этого. Точно так же, как 7 июля 2020 года, когда демонстранты штурмовали сербский парламент в знак протеста против локдауна. Посылая жандармерию, кавалерию, бронетанковые части против собственного народа. Мы будем бороться против кражи выборов и против того, что происходит здесь прямо сейчас». В начале ноября президент Сербии Александр Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие по графику парламентские выборы планировались на 2026 год. На выборах 17 декабря победу одержала правящая сербская прогрессивная партия. Однако оппозиции считают, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Беновча Назарова, Сибиси. Армия Израиля заявила, что полностью контролирует северную часть сектора Газа и планирует расширить наземные наступления на другие районы палестинского анклава. Последние недели израильские военные взяли под контроль лагерь беженцев Джабалия – один из опорных центров Хамаса на севере сектора Газа. По сообщению ЦААЛ, в боях накануне в секторе погибли еще 14 его солдат, в результате чего общее число погибших достигло 153. Премьер-министр Израиля Бениамин Нитаняху пообещал, что несмотря на потери в рядах военнослужащих военной операции в Газе, будет продолжена до выполнения всех задач. «Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь нашим солдатам. Но при этом есть одна мера, на которую мы не пойдем. Мы не прекратим операцию до тех пор, пока не одержим победу. Единственный способ освобождения наших заложников – это победить Хамас и убедиться, что Газа больше никогда не будет угрозой для Израиля». В свою очередь глава стратегического отдела Генштаба Израиля Элизейр Талитано сообщил, что общее число ликвидированных террористов Хамас на данный момент составляет около 7900 человек. В этот же день стало известно об обнаружении пяти тел израильских заложников, похищенных после вторжения Хамас на территории Израиля 7 октября. Отмечается, что в куннелях также нашли оружие, инфраструктуру для производства оружия и аварийные укрытия. Президент Молдовы Майя Санду предложила парламенту организовать референдум на вступление в Евросоюз. Глава молдавского государства считает, что всеобщий опрос можно будет провести уже осенью 2024 года. По словам Санду, голос граждан страны станет решающим, так как в момент вступления на пост президента Молдовы, она обязалась выполнить миссию европейской интеграции. В эти дни Европейский Союз сказал твёрдое «да» нашему европейскому курсу. «Многое нам ещё предстоит сделать, и самое главное – обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Гарантировать подобное будущее нам может только членство в Евросоюзе. Именно поэтому я считаю, что необходимо чётко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим. Я обязалась сделать всё, что в моих силах для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов организации, и нам нужна поддержка граждан Молдовы для того, чтобы добиться успеха». Раннее воскресенье исполнилось три года с момента вступления Майи Санду в должность президента. В этом случае она заявила о своём намерении баллотироваться на пост главы государства во второй раз. В опубликованном видеобращении Санду подвела итоги своего правления страной и перечислила вызовы, с которыми столкнулась Молдова за последние три года. Очередные выборы президента должны пройти в Молдове в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года. В рамках программы «Великого возвращения» в село Забух Лачинского района продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев. Сегодня в заново отстроенное село Забух отправился очередной миграционный караван с жителями села, которые возвращаются в свои родные края. Сегодня в освобождённой от оккупации и отстроенное село Забух возвращается ещё 27 семей, 95 человек. После освобождения села и его реконструкции первая группа жителей была отправлена туда 25 августа этого года. А на данный момент в село Забух Лачинского района переехало уже 203 семьи или 783 человека. Президент Ильхам Алиев ранее заявлял, что в Забухе планируется разместить более тысячи людей. Переезжающие в село люди выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за предоставленную возможность вернуться в родное село. «Не верила, что мне когда-то выпадет возможность вернуться на родные земли, которые я покидала, будучи ребёнком. Я, как и мои родители, родились и жили там. Сейчас я очень переживаю по случаю возвращения в родное село». «Мы очень счастливы, что возвращаемся в родной Забух и возвращаемся мы туда с высоко поднятой головой, выражая благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за создание всех условий на освобождённых от оккупации территориях». Во всём регионе, как и в Забухе, продолжаются работы над строительством инфраструктуры для скорейшего возвращения жизни в регион. В прошлом году президент Ильхам Алиев издал распоряжение о мерах по проектированию, капитальному ремонту и восстановлению здания средней школы в Забухе. И вот, в середине этого месяца, впервые за 31 год, в селе раздался школьный звонок. Школа распахнула свои двери. В настоящее время в учебном заведении получают знания 40 детей и работают 17 учителей. «Я возвращаюсь в Забух. Не могу описать словами свои чувства. В первую очередь, спасибо нашему президенту и нашей армии за возможность вернуться на родные земли. Благодаря ним сегодня мы с чувством гордости возвращаемся домой. Я погибал эти земли в 20 лет, сейчас в нем 50. У меня двое детей, и я возвращаюсь с ними». Программа «Великое возвращение» и реконструкция Карабаха и восточного Зангизура продолжаются активными темпами. С момента освобождения земель от оккупации Азербайджан вложил в восстановление 7 миллиардов долларов. В следующем году выделит не менее 2,5 миллиардов долларов. В рамках «Великого возвращения» до конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и восточный Зангизур более 140 тысяч человек. Ну и мы продолжим наш выпуск новостей, новостями экономики, которые предстоит Анастасия Павловна. Анастасия, мы знаем, что этот год уже объявили годом солидарности во имя зеленого мира. Что предпринимает страна для этих целей? Здравствуй, Руфат. Но в первую очередь, конечно же, для достижения данных целей наша страна принимает необходимые меры и в первую очередь, конечно же, стимулирует переход на экологический автотранспорт. Тут более подробно прямо сейчас в рубрике «Финтаймс» и «Карабарен». Возвращаясь к основной теме сегодняшнего дня – объявление в Азербайджане будущего года годом солидарности во имя зеленого мира. Напомним, что в пять национальных приоритетов социально-экономического развития на десятилетия входит чистая окружающая среда и страна зеленого роста. Для достижения этих целей государство принимает необходимые меры, в том числе стимулирует переход на экологичный автотранспорт. В результате за 11 месяцев текущего года в Азербайджан везено 12 700 гибридных автомобилей. Это на 22,6% больше прошлогодних данных. В то же время за отчетное время в страну импортировано 2737 электромобилей с ростом почти в 7 раз. Учитывая, что общий ввоз автомобилей составил 88 700 единиц, на долю экологичного транспорта приходится уже более четверти импорта. С 2019 года в Азербайджане действует госпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения и внедрению экологически чистого транспорта. Ведется работа по поощрению использования автомобилей, не загрязняющих окружающую среду. К ним относятся электромобили, гибридные авто или работающие на альтернативном топливе. Турция и Китай обсудили возможное сотрудничество в области инновационных технологий. Эти перспективы обсуждались в Пекине на встрече министерских делегаций двух стран. Одной из ключевых тем стали китайские инвестиции в производство в Турции, электромобилей и аккумуляторов. По словам министра промышленности и инвестиций Турции Мехмета Качира, в Пекине внимательно слезят за прогрессом страны в этой области и позитивно оценивают уровень промышленного и технологического потенциала Турции. Кроме того, по словам Качира, технологии ВИЭ также являются потенциальной областью турецко-китайского сотрудничества. Китай является одной из стран, которые в последнее время инвестировали значительные средства в область высоких технологий. Таким образом, КНР входит в число ведущих стран по многим передовым технологиям. Здесь представлено множество брендов электромобилей. Также технологии возобновляемой энергетики могут стать потенциальной областью сотрудничества. Турция занимает первое место в Европе, четвертое в мире по солнечной энергетике и входит в пятерку ведущих в Европе по ветроэнергетике. Мы думаем, что сможем расширить наши возможности в технологиях возобновляемой энергетики с помощью совместных проектов. Турция предлагает китайским брендам новые перспективы в области промышленных инвестиций. Китай установил общие цели по производству зерна на будущий год. Особое внимание уделено увеличению урожайности основных сельскохозяйственных культур на больших площадях. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая. Общие цели заключаются в обеспечении стабильного производства и поставок основных продуктов питания, таких как кукуруза и соевые бобы. Планируется расширять посевные площади рапса и наращивать урожайность всех культур. По мнению Министерства, необходимо увеличить как количество, так и качество производства, а потенциал следует использовать в зависимости от обстоятельств. С начала года Министерство сельского хозяйства совместно с Госкомитетом по развитию и реформам и Министерством финансов выделили более 20 млрд к юаней или 2 млрд 800 млн долларов на повышение урожайности, в том числе для 100 уездов, выращивающих сою и 200 округов, выращивающих кукурузу. В этом году средняя урожайность зерна в Китае составила около 5,8 тонн из гектара. Это больше, чем показатель прошлого года. Увеличение урожайности площадей способствовало общему увеличению производства зерна на 58,7%. В следующем году Китай продолжит наращивать урожайность основных сельскохозяйственных культур, работать над повышением плотности и качества посевов, применять передовые агротехнологии и обучать операторов сельхозтехники. Покупку или аренду аграрной техники власти намерены поощрять увеличением субсидий или кредитных предложений. В целом, производство зерна в Китае в текущем году выросло на 1,3% и достигло рекорда в 695,5 млн тонн. В Казахстане за 11 месяцев текущего года в сельском хозяйстве производство продукции оценивается 8,2 трлн тенге. Это почти 18 млрд долларов. Производство собственного продуктов питания выросло на 2%. На поддержку агропромышленного комплекса Казахстан ежегодно направляет значительные средства. Фермеры получают их в виде субсидий, льготных кредитов и доступной сельхозтехники. В настоящее время сельское хозяйство является для страны одной из ключевых отраслей экономики и основной продовольственной безопасности. Для дальнейшего развития отрасли правительство поставило стратегические задачи по увеличению объемов производства и повышению добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции. Ранее президент Касымжомар Токаев отметил, что потенциал сельскохозяйственной отрасли страны колоссален. Однако до сих пор не раскрыли в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания, отметил глава государства. Стратегическая цель Казахстана – стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента. За 11 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйства снизился на 8,4% и составил 8,2 трлн тенге. Снижение производства повлияло уменьшение производства продукции растеневодства. Это связано с неблагополучными погодными условиями, которые сказались на состоянии посевов, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и ухудшение их качества. Несмотря на это, благодаря самоотверженному труду аграрьев собрано 16,6 млн тонн зерновых культур, 2,1 млн тонн масличных культур, 5 млн кормовых культур. В целом, собранного урожая с учетом переходящих остатков прошлого года будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. К настоящему времени во всех областях Казахстана создано более 400 сельскохозяйственных кооперативов. Они объединяют личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства, а также предприятия переработки. Благодаря государственной поддержке растет приток инвестиций в отрасль. С начала года в ВПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 млрд тенге или 358 млн долларов. Сейчас Казахстан нацелен на поэтапный переход от первичного производства к выпуску продукции более высокого уровня переработки. Задача в течение трех лет довести долю такой продукции до 70%. Для достижения поставленных задач правительство начало реализацию ряда новых программ. Это позволит создать условия для качественного рывка в отрасли. Учитывая сложные условия текущего года, по поручению главы государства, со стороны правительства принят ряд мер для поддержки пострадавших фермеров. Из резерва правительства выделено 3,7 млрд тенге в качестве финансовой помощи пострадавшим аграриям Жамбульской области. Выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна, осуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей. Принимаются меры по исполнению обязательств по выплате субсидий. Помимо этого правительством принято ряд решений по линии продкорпорации. Установлены справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных. Из резерва правительства выделено 31 млрд тенге. Продкорпорации на прямой закуп пшеницы в объеме 350 тысяч тонн. В текущем году в Узбекистане было возведено 8 гидроэлектростанций в различных регионах страны. В частности, были построены 3 крупных и 5 микрогидроэлектростанций. Общая мощность новых производственных объектов составляет 190 МВт. Как следствие, с начала 2023 года предприятием Узбек Гидроэнерго произведено 7 млрд кВт часов электроэнергии. Это на 8% превышает данные за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, количество ГЭС в Узбекистане увеличилось до 58 из 35 в 2017 году. Их общая производственная мощность выросла с 1800 до 2200 МВт. В соответствии с инвестиционной программой страны, сейчас на стадии строительства и монтажа находятся еще 13 проектов общей мощностью 749 МВт. Иран достиг роста экономики четвертый год подряд, говорится в последнем докладе Всемирного банка. Аналитики банка отметили успехи правительства страны в сдерживании инфляционных ожиданий и обеспечении стабильности на валютном рынке. Экономика Исламской Республики в прошлом, иранском году, который завершился 21 марта текущего года, показала средний темп роста в 3,8%. Положительная динамика в основном объясняется ростом секторов услуг и промышленного производства. Нефтяная промышленность также продемонстрировала устойчивый рост, несмотря на сокращение предложения на мировом рынке. Также отмечается увеличение как экспорта, так и импорта, а инвестиции в машиностроительный сектор способствовали росту общих объемов кап вложений. По прогнозу, экономика Ирана продолжит расти в среднесрочной перспективе. При этом увеличение добычи и экспорта нефти станет одним из стимулов роста. В 2027 году инвестиции мировых компаний в генеративные решения на основе искусственного интеллекта достигнут более 151 миллиарда долларов. Такие прогнозы дает международная корпорация данных. В текущем году утраты в этой сфере составят 19 миллиардов 400 миллионов долларов. Уже в следующем году они увеличатся более чем в два раза. Предыдущая прогнозка операции, представленной в октябре, предусматривала инвестиции в размере 16 миллиардов долларов в нынешнем году и 141 миллиард долларов в 2027 году. Согласно обновленному прогнозу, в течение следующих пяти лет расходы будут расти в среднем на 86% ежегодно. Несмотря на проблемы в сфере IT, наблюдающихся в 2023 году, компании ускорили разработку генеративного искусственного интеллекта для ускорения трансформации бизнеса. Поток посещающих Азербайджан туристов растет с каждым днем. Сегодня республика, наладив одну из самых успешных экономик региона, сформировала развитую туристическую отрасль. За 11 месяцев в страну посетили около 2 миллионов гостей. По данным Госагентства по туризму, это почти на 30% больше аналогичного показателя прошлого года. Несмотря на то, что до конца года остались считанные дни, ожидается, что число туристов значительно увеличится. В связи с праздниками на центральных улицах города организована и традиционная новогодняя ярмарка «Холодные руки, горячее сердце». На ней побывал наш корреспондент Эльвин Гафарле. Проводим я каждый год ярмарка с большим интересом встречи на населении и гостями. Мне тоже очень нравится. Я с нетерпением всегда жду этого времени года, чтобы открылась эта ярмарка и мы почувствовали в самом деле праздники. Здесь очень приятная праздничная атмосфера. Мне очень нравится. Довольно не только посетители, но и продавцы. Ведь это хороший шанс в конце года увеличить прибыль. Здесь представлена продукция местных производителей пищевой отрасли. На территории ярмарки действуют рестораны, кинотеатр, различные развлекательные игры, киоски продаж и даже домик Санта и новогодняя елка. Гости могут купить сувениры ручной работы, подарки, открыть для себя новые блюда Запада и Востока. Созданы все условия для продвижения национального сектора услуг. Помимо этого, за 10 лет благодаря благотворительным ярмаркам фонда «Наргиз» десяткам детей удалось вернуть здоровье. Я доволен продажей. Очень хорошо, что организовали такую ярмарку. Благодаря фонду «Наргиз», что создали необходимые условия. Собрана здесь выручка будет направлена малоимущим семьям, болеющим детям. И мы поддерживаем эту идею. Торговля идет, слава Всевышнему. Все хорошо. Прекрасное настроение. Благодарю фонд «Наргиз». Конечно, в будние дни продажа немного слабее, чем выходные. Но в праздничные дни будет лучше. Чем ближе праздники, тем больше увеличивается число посетителей ярмарки. Желаю всем участникам ярмарки успехов. Ну что ж, на этой праздничной ноте выпуск экономических новостей подошел к концу. Я передаю слово тебе, Руфат, о политике, культуре и спорте. Спасибо, Анастасия. Спасибо за новость экономики и за позитивную ноту в конце. Но мы продолжаем наш выпуск. ЦИК Азербайджана, Институт права и прав человека Национальной академии наук провели семинар, посвященный рассмотрению обращений по вопросам избирательного права. Его участникам рассказали об основных принципах и конвенциях, на которые опирается деятельность кандидатов и наблюдателей в ходе избирательного процесса. Семинар посетили члены экспертной группы ответственной за рассмотрение обращений и жалоб окружных избирательных комиссий 34 избирательных округов страны. Семинары послужат обмену опытом при принятии жалоб и рассмотрении вопросов, связанных с избирательным процессом, повысить уровень профессионализма экспертных групп, работающих в окружных избирательных комиссиях, поделиться с ними впечатлениями от предыдущего опыта, привить новые деловые навыки. Особое внимание уделяется осведомление экспертов о международных стандартах. Семинары мы планируем также провести в других городах Азербайджана. Рождество – один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Католики всего мира, а также протестанты, англикане и часть православных в следующих ригеринском календарю отмечают сегодня этот праздник. Главная служба накануне прошла вечером в соборе Святого Петра на Ватикане во главе с Папой Римским Франциском. Это были все новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok